Светлана Ивановна, будучи профессиональным государственным институтом, счетная палата активно участвует в одном из важнейших направлений парламентского контроля – контроле за формированием и исполнением бюджета, в нашем случае республики. Какие еще есть функции у контрольно-счетной палаты? – Наверное, я все-таки начну с того, что 26-я глава бюджетного кодекса определила полномочия контрольно-счетных органов. Эти полномочия именно за контролем за бюджетным процессом, движением бюджетных денежных средств. И этот контроль называется внешний финансово-государственный контроль. Если говорить о последних существенных изменениях, которые проходят в последние годы, тогда, когда появился закон 6 ФЗ в феврале 2011 года, полномочия контрольно-счетной палаты России были существенно расширены. Уже в данном случае счетные органы стали аудировать государственные программы, вырабатывать какие-то методики финансовые в бюджетной политике и контролировать в целом бюджетный процесс. Если же говорить о контрольно-счетной палате Чувашской республики, то наши полномочия прописаны в статье 8 Закона Чувашской республики с сентября 2011 года. И здесь, конечно, нужно, наверное, выделить такие основные функции, которые мы осуществляем. Конечно, это последующий предварительный контроль за бюджетом Чувашской республики. Это, в первую очередь, конечно, основные полномочия. Выдавать заключение на законопроект, опять-таки, связанное с бюджетными процессами. Другие, наши основные тоже полномочия, которые я бы, наверное, хотела бы выделить. Это все-таки проведение контрольных мероприятий уже по факту использования бюджетных средств. Кроме того, конечно, наверное, необходимо назвать, что мы контролируем и использование управления государственным имуществом, которое именно принадлежит Чувашской республике. Ошляем контроль за межбюджетными трансферами, которые выделяются у нас муниципальным образованием, расположенным на территории Чувашской республики. Вот, наверное, основные вот эти полномочия, которые бы я выделила. Но, кроме того, конечно, надо наверное и правильно будет назвать, что бюджетный кодекс определил и формы проведения вот этого внешнего финансово-государственного контроля. То есть мы можем эти мероприятия проводить в различных форматах. Это проверки, ревизии, анализы, мониторинги. Именно участников процесса, бюджетного процесса, связанные с бюджетными денежными средствами Чувашской республики. В первую очередь это контроль за эффективным использованием каждого бюджетного рубля. Вот расскажите все-таки о том, насколько эффективно работала счетная палата в прошлом году. Я знаю, что вот недавно состоялась коллегия, вы подводили итоги. Ну, коллегия, которая состоялась, это, в принципе, пока еще не подведение итогов. Это просто были рассмотрены последние контрольные мероприятия, которые мы завершали в 2016 году. Фактически, отчет о деятельности мы пока еще только формируем. Согласно законодательству, мы планируем в начале февраля данный отчет представить в Государственном Совете Чувашской республики. Ну да, предварительные итоги мы уже, конечно, видим. И я думаю, что эффективность уже, наверное, оценивать будем по мере подведения всех итогов. Но, наверное, хочется выделить, какие основные данные. В целом, в 2016 году контрольно-счетная палата Чувашской республики провела более 130 контрольно-экспертно-аналитических мероприятий. И было проверено 124 объекта. Но какие это мероприятия? Все-таки я хочу выделить то, что нами было подготовлено 24 заключения на законопроекты, потому что данная работа, она очень кропотливая, как правило, делается в сжатые сроки. И нам в сроки нужно уложиться, представить документы, это заключение соответствующее в Государственный Совет Чувашской республики. В 2016 году мы проверили и составили более 50 аналитических материалов. Как правило, это как раз аналитические материалы, связанные с предварительным и последующим контролем исполнения республиканского бюджета. То, что, если говорить уже о контрольных мероприятиях, то хотелось бы отметить такой момент, что, ну, все мы знаем, что у нас бюджет социально ориентированный, поэтому контрольные мероприятия, конечно, которые мы проводили в 2016 году, в первую очередь мы направили на вопросы именно социального характера. Ну, например, проверялись такие направления деятельности, куда тратились бюджетные денежные средства, связанные с выделением жилья отдельным категориям граждан. Да, мы проверяли денежные средства, направленные на трудоустройство незанятых инвалидов. Мы проверяли отдельные программы, связанные с развитием здравоохранения, ну, и другие социальные вопросы. И, в целом, предварительно, пока мы видим различные финансовые нарушения, у нас в 2016 году было выявлено на сумму более 173 миллиона рублей. Но это нельзя считать, что это все, вся эта цифра, финансовые нарушения какие-то такие, только неэффективные или нецелевые. Кстати, хотелось бы такую мысль еще отметить, что по сравнению с уровнем 2015 года эта сумма у нас немножко снижается. И здесь, я так думаю, необходимо сказать, что связано, может быть, даже с тем, что укрепляется у нас финансовая дисциплина. Все-таки и более грамотно сегодня ведут себя бюджетополучатели. Ну, и работает, наверное, рычаг и внутреннего финансового контроля, который возложен на соответствующие органы. Но, к сожалению, наверное, необходимо отметить, что был выявлен и один факт нецелевого использования средств, субвенции, муниципальным образованием, который был выделен из республиканского бюджета на сумму 3 миллиона. Но по данному факту пока еще делать рано выводы. Мы проинформировали, соответственно, Министерство финансов Чувашьей Республики. Разбираемся, продолжаем разбираться. Но, к сожалению, такой факт имел место. Быть. По итогам наших проверок было вынесено 61 представление. Было привлечено к дисциплинарной ответственности 28 должностных лиц, 7 было привлечено к административной ответственности. А какова общая сумма, которую удалось вернуть в бюджет? Ну, если говорить уже о конкретной возмещенной сумме или предотвращенных реальных потерь, это 6 миллионов, потому что все-таки уже возврат, это денег, это сложный процесс, он не быстрый, он достаточно по времени растягивается. Светлана Ивановна, прошло два месяца, как вы назначены на должность председателя контрольно-счетной палаты Чувашьей Республики. Насколько я знаю, до этого вы работали в налоговых органах. Вот уместно ли сравнивать эти два направления, и какой из них сложнее, на ваш взгляд? Ну, сравнивать, наверное, это ваше право, здесь я не могу запретить. Конечно, и налоговая служба, и контрольно-счетная палата, это все-таки контрольно-надзорные органы, но все-таки функции абсолютно они разные. Налоговая служба – это фискальные функции, а контрольно-счетная палата, она все-таки осуществляет контроль за использованием бюджетных средств. То есть это уже в основном работа как раз именно с расходной частью бюджета. Какие задачи ставите перед собой? Можно выделить такие направления, которые, как новые, мы все-таки взяли на себя обязательства и будем проводить в 2017 году. Все-таки мы запланировали два масштабных аудита. То есть почему я называю масштабным? То есть мы не просто проведем контрольные мероприятия, мы проведем определенную экспертную работу, дадим общую оценку. Но в частности я могу назвать, это, например, касается вопроса использования бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий в части переселения граждан из аварийного жилья. Вы знаете, что эта программа существует уже несколько лет. В течение трех лет мы ее проверяли, эту программу. А сейчас, как бы в этом году, идет завершающий этап. Мы также проведем контрольные мероприятия, а потом постараемся это все уже в порядке аудита, это все обобщить и, соответственно, уже более обобщенные. Второе направление, которое, как новое, я бы могла бы, наверное, назвать, это все-таки мы запланировали мероприятия, связанные, именно тоже они экспертные аналитические мероприятия, в части анализа поступления неналоговых доходов по использованию государственного и муниципального имущества. И вот это мероприятие, например, мы запланировали совместно с контрольными счетными органами муниципальных образований, потому что здесь именно оценка всей работы нам хочется сделать как по использованию государственного имущества, так и по использованию муниципального имущества. Ну и третье направление, которое мне хотелось, наверное, озвучить, это то, что рекомендовала нам счетная палата Российской Федерации. Мы будем осуществлять мониторинг в текущем году за приоритетными проектами в рамках стратегического развития. Ну что ж, спасибо вам большое. А я напомню, что сегодня нашей собеседницей была председатель контрольно-счетной палаты Чувашской Республики Светлана Аристова. Спасибо за внимание и до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши.